Приветствую любителей Москвы! Смотрите передачу обозрения московских храмов. Ну и заодно уж посмотрим еще и второй храм, тоже здесь на Моросейке. Но если первый храм находится буквально в самом начале Моросейки, то вот этот храм Косьмы и Дамиана, он так называется Косьмы и Дамиана на Моросейке, он находится в самом конце этой улицы. То есть вот получается, что эта улица Моросейка, она кстати небольшая, вот буквально фланкирует два храма в самом начале и в самом конце. Ну вообще это все та же самая, уже давно нам знакомая, старая Покровская дорога, Покровская улица, Покровка. Сейчас только часть этой большой дороги, шедшей в село Покровске является, и дальше в Измайлово, называется улица Покровка. Остальные названы по-другому, в частности вот эта Моросейка, но это разделение, оно здесь пошло уже в 19 веке. Ну по сути это бывшая Покровская дорога. И вот как видите, вот она церковь. Здесь, так сказать, еще такая старомосковская застройка. И вот среди нее, в том числе, во многом находится вот эта церковь. Она значит, честь Косьмы и Дамиана, древних святых, сремленников, мучеников. Ну и еще также ее название есть, называется она также в честь Чудотворной иконы Спасителя и Селившего Расслабленного. Вот, как бы такое официальное название. Но все-таки такое сложное, большое название, да, громоздкое, поэтому сейчас называют именно Косьмы и Дамиана на Моросейке. Здесь, кстати, находилась Малороссийское подворье, подворье Малороссии, или Украинское подворье. Украина тогда называлась Малороссия 17-18 века. Ну и поэтому здесь вот как раз именно эта улица Моросейка, она и находилась. Поэтому Малороссийка еще эту улицу называли. Вот, ну а потом уже стала Моросейка так попроще. Как видите, церковь вот такая, она тоже довольно декоративная, небольшая, построенная в стиле классицизма. Вот, и практически лишена декора. При этом, вот такие очень мощные у нее алтарь. Вот, как видите, главный престол, он посвящен как раз вот этой иконе Спасителя. Вот, центральный престол в честь иконы Христа Спасителя. А икона, вот эта Христа Спасителя, Солившего Расслабленного, она как раз явилась в Леведернице Дмитровского района. И там тоже находится храм в честь вот как раз тоже Иисуса Христа, Солившего Расслабленного. Вот, и от этой иконы, кстати, здесь тоже были исцеления. Здесь эта икона хранилась раньше еще до разорения большевиками. И от нее случались исцеления. И очень торжественно праздновался храмовый праздник. В третьем воскресенье по Пасхе, вот здесь были молебны, крестные ходы, и вся Москва здесь собиралась. Вот, в этом храме, в окрестностях. Ну, вот сам храм, вот, и два предела. Один из них посвящен как раз Космеи Дамиану, по которому называется эта церковь. А вторая часть Николая Чудотворца. Всего три престола, главный именно вот Христа Иисуса Христа, Солившего Расслабленного. И вот Никольский и Космодамиановский предел. А церковь была та же, как вот та церковь Николая Чудотворца в клиниках. Она была построена в 18 веке. Ну, правда, тот в там начале 18 века, а потом перестраивался. А это уже, скажем так, в самом конце 18 века, даже ближе к началу 19 века. Причем перестраивал эту церковь, в общем-то, ее во многу формировал известный архитектор Матвей Казаков. Вот, также среди прихожан были такие известные люди, как, скажем, поэт Федор Тютчев и писатель Федор Достоевский. Вот, ну, в советское время, кстати, какое-то время, в 19 веке, церковь делилась как бы на две половины, холодная и теплая. Вот, и в холодной она была маленькая, отапливаемая. Богослужения проходили, соответственно, зимой, ну, а в теплой летом. Ну, а потом уже, после того, как сделали духовые печи, тогда печное было отопление, они никак сейчас централизованы, то, соответственно, богослужения стали проводиться уже и во всей церкви, потому что очень много было народу, приход был большой, даже в 19 веке. Ну, сейчас, может, как видите, народу не так много, хотя, конечно, тоже приход есть, люди приходят. Вот, ну, может быть, не так, как это было в 19 веке, потому что по описанию в 19 веке было народу очень много. Вот, ну, и в советское время храм был закрыт, точно так же, как и другой храм здесь, на Моросейке, Николай в клиниках, о котором я недавно рассказывал в предыдущей передаче. Ну, и, в общем, сильно пострадал, конечно, и тут конфисковали все иконы. В общем-то, его хотели вообще снести, но, слава богу, сохранилось, снесли ограду. Ну, в общем, заняли тут много всего было, и, так сказать, пивная даже была, и всякие мастерские, и клуб мотоциклистов, и так далее, что только не было. Ну, вот, в итоге, книжная лавочка. Ну, в отличие от храма в клиниках, здесь всегда скудно с сувенирами, с какой-то литературой, о храме практически ничего не написано. Ну, так, конечно, в интернете, понятно, можно найти, может, какие-то старые еще книги сохранились, что-то, конечно, о храме, конечно, сведения, безусловно, есть, но, вот, к сожалению, тут как-то вот плоховато с литературой, с какими-то сувенирами. Этого, увы, здесь нет. Но, во всем остальном, конечно, хорошо. Обычно церковная лавка, где можно приобрести и книжки, иконы, свечи, конечно же. Вот. То есть, все самое необходимое, понятно, здесь, безусловно, есть. Вот, в 90-м году, вернее, в начале 90-х этот храм возвратили тоже церкви. Ну, и, в принципе, 93-й год, если быть точнее, то тот в 90-м году первый храм, а этот чуть попозже, в 93-м году. Ну, и, соответственно, начались ремонтные работы, и в настоящий момент, в общем-то, церковь практически полностью восстановлена, как снаружи, так и изнутри. Ну, как видите, здесь довольно хорошо, чистенько, все опрятно. Вот, правда, храм, в отличие от того, не расписан, как вы видите. Ну, а так, в общем-то, иконы, в основном, все новые. Вся обстановка, иконостасы, в общем-то, все фактически новое здесь. Покрытие того практически уже ничего не сохранилось. А то обстановки интерьера, который был когда-то, еще до революции, до закрытия этого храма в 30-е годы. Ну, рядышком, кстати, вот интересный киоск, он торгует... Ну, там какая-то греческая выпечка, то есть, не знаю, ну, Архондарик называется, там вроде Сафона, что ли, какие-то там есть. Ну, не только выпечка, но там всякие, в общем, изделия, которые там разные, так сказать, масла, там вот иконы и так далее. То есть, именно с Греции, с Афона там можно приобрести тоже. Причем довольно давно уже эта лавка работает, я вот сколько здесь вот не бываю, и раньше тоже бывало, она постоянно тут работает. Ну, вот видите, такую тоже вот. Вроде как, все-таки, почти полное отсутствие каких-то декоративных элементов, но все-таки хоть какая-то колонка есть, видите, какую-то такую небольшую. Ну, территория тут маленькая, все, конечно, довольно обужено, там прямо над этой вот церковью, на церковной территории, нависает здание. Ну, сейчас там Росгвардия, а когда-то вообще там пристроили здание еще в 70-е годы, это было министерство машиностроения. Вот, потом там налоговики находились какое-то время в том здании. Вон оно, видите, там большое-большое такое здание. Оно как бы вот прям придавливает эту вот территорию. Ну, а с 2016 года, когда вот создана была Росгвардия, то отдали Росгвардию. Да, ну и вот такая вот, не понимаю. Ну, все-таки центр города, сами понимаете, поэтому и там тоже вот клиниках тоже церковь, конечно, маленькая. Это Старосадский переулок, хорошо знакомый, так что фактически церковь находится... Вот, а там Покровка, вот туда это Покровка уже, все. То есть Моросейка, она прям сразу переходит в Покровку. То есть здесь Моросейка заканчивается. И церковь находится на углу как раз вот конца Моросейки, вот этого Старосадского переулка, в котором как раз находится церковь Владимирова в Старых Садах, ну и там же продолжение, нахуй, Иоанно-Притичинский монастырь, о котором я рассказывал в предыдущих передачах. Так что эта улица, переулок, вернее, нам хорошо знаком. Ну, вот так выглядит эта церковь, если можно сказать, во всей полноте. Ведь она одноглавая, в селе классицизма, с выступающими такими апсидами, алтарями. Причем, что интересно, фактически равновеликими, да, то есть там главный алтарь, да, он примерно по размеру такой же, как и подчиненные алтари. Ну, почти такой же. Что, в общем, довольно-таки редко. Обычно все-таки подчиненные престолы и алтари не бывают поменьше размером. Причем довольно значительно меньше. Вот. Ну, вход один, только вот с той стороны, страны Моросейки. Здесь войти нельзя со Старосадского. Ну, там ворота есть, но, видимо, они для служебной цели расположены. Ну, в целом, храм производит тоже такое хорошее, умиротворяющее впечатление в старой Москве. В общем, довольно-таки приятная атмосфера. Хотя, ну, может быть, не такая душевная и теплая, как все-таки в том храме Николая Читовского. Но, опять же, это лично, на мой взгляд, на мои ощущения. Естественно, у каждого они могут быть свои. Так что, приходите. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова